Журналисты телеканала Север Добро пожаловать в телеканал Север Не знаю, но мне нравится, как люди общаются, видеть новости и обсуждать с ними это Это первое интервью будущего журналиста в радиоэфире, не в прямом, конечно Но ощущения от этого не менее яркие Телевизионщик тоже должен знать специфику радийной работы Все-таки коллеги Мы находимся в аппаратной студии радиовещания Здесь находится в общем микштабный пульт вещательный Далее аппаратура процессинга микрофонные процессоры Большая станция вещания и станция программирования Ну а сразу после радиоликбеза знакомство с телевизионной кухней Операторная монтажка и аппаратно-студийный блок Все, что пойдет в эфир телеканала Север Все здесь ребята собирают, компонуют Можем попробовать Вперед Здравствуйте Здравствуйте Вау К сюжету Следом идет уже сюжет И вот из такой таблицы стоит весь выпуск новостей Прикольно Вот это весь выпуск новостей А вот это уже Вот это телеканал Север Вот этот список Это круглосуточное вещание Списки несложны делать? Нет, нам забиваем все это вручную И вот в бумажном виде Контент, который нам присылают Который у нас монтируется здесь И вот Вот видишь, сколько вкладок Каждая вкладка Это программа своя И набираешь потихонечку Выслушав о непростой, но интересной работе Режиссера эфира Сергей пробует себя В качестве ведущего программы Спорт 100 Видно тебя? Смотри, вон туда Видишь на экран? Вот это ты появился То есть вот так ведущий пишется Вот, то есть как бы Сейчас, секунду Попробуем Здравствуйте В эфире программа Спорт 100 Меня зовут Эйбарий Сергей Я вам Я расскажу вам О спортивных событиях округа Минувшей недели На ледовой арене спорта Труд состоялась Первая игра регионального Отборочного соревнования И если представить, что это прямой эфир Там в округе пусть немного людей Но там, скажем, 1015-20 На тебя в этот момент смотрят Волнение есть? Конечно Ну, я уже не впервой Смотреть в камеру Вот Ну, все равно есть какое-то волнение Сергей уже давал интервью Телеканалу «Север» Но тогда, признается Все было совсем по-другому Сейчас иные ощущения Впрочем, как говорят профессионалы Просто дикторов на телевидении нет Все ездят на съемки И делают репортажи с места событий Будущий телевизионщик Сергей С удовольствием попробовал себя И в роли корреспондента Сережа внимательно выслушал Советы опытных журналистов И не без волнения появился Перед объективом камеры Стендап Включение с места событий Со второго раза Даже у профи Получается не всегда В этнокультурном центре Открылась выставка к Новому году Подарки сделаны своими руками О подробностях вам расскажет Сергей Тайбари Стать журналистом-телевизионщиком Эта мысль у 15-летнего паренька Появилась год назад Тогда он вместе с еще несколькими Воспитанниками НШИ Поехал в Архангельск В рамках одного из проектов И там Сергей впервые увидел Как учат журналистов Написать свой первый материал Сергею еще предстоит А пока он познакомился с журзалом Где трудятся корреспонденты Телеканала Север Практически освоил фабрику новостей Попробовал начитать текст сюжета В монтажке И дал экспресс-интервью Поделившись впечатлениями от увиденного Очень многое узнал Очень интересно Видеть себя в экране Вот А давайте Зеленки попробуются Родные будут в шоке А еще он хорошо рисует Учится игре на фортепиано И пишет стихи Несколько уже было опубликовано В одном из окружных сборников Его не пугают трудности И увидев телевизионную журналистику изнутри Он не разочаровался И блеск в глазах не пропал И кто знает, возможно уже через несколько лет В полку пишущие и снимающие братья Ненецкого округа прибудет И в один из вечеров Включив телевизор На любимый канал Жители нашего региона Услышат Здравствуйте Временный воссей на телеканале Север С вами ведущий Тайборис Сергей Сегодня в программе Антон Парахин, Николай Таратин Телеканал Север О том, что своими руками Сотворить новогоднюю сказку Праздничный торт Инна Канева и представить не могла В Уськаре, откуда родом девочка Нет ни кондитерской, ни кулинарии С детства и не полюбились Телепередачи по кулинарному мастерству Когда ей предложили поучаствовать В проекте телеканала Север Глаза загорелись радостными огоньками Инна считала дни, часы и минуты До заветного момента И наконец он настал Здравствуйте Меня зовут Татьяна Я кондитер в этом кафе Очень приятно Фартук, кондитерский колпак и перчатки Сегодня все по-настоящему И не предстоит приготовить бисквитный торт Здесь я делаю десерты, торты И все такое вот прочее Такие всякие вкусняшки, вкусняшки Все украшения для торта делаются вручную Инна почувствовала себя и скульптором, и художником Главные атрибуты Нового года Ёлочка и Дед Мороз Лепятся из мастики, кондитерского пластилина Следом кисточкой и кондитерской краской Доводят до совершенства созданные шедевры Это почти ювелирная работа Которая требует терпения и кропотливости Почти три часа работы И новогодний шедевр готов На торте уместились праздничная ёлка Зайцы и снежинки Олень и упряжка с подарками В завершении на сладкой новогодней поляне Инна вместе с наставницей Татьяной Написали то, во что верят все дети Мечты сбываются Желание маленькой Инны Каневой Из Ненинской школы-интерната исполнилось Девочка точно знает Кондитер – ее призвание Когда я окончу школу Пойдем на кондитера Повар-кондитера Буду угощать жителей города Ну а пока Инна будет набираться Профессионального мастерства В кафе-кондитерской Руководство аппетита Предложило девочке По выходным помогать И практиковаться в изготовлении Кулинарных изделий Впервые Юре захотелось стать инспектором Дорожно-патрульной службы В пятом классе Все решила военно-патриотическая игра Разорница, а именно задание на знание ПДД Сегодня мечта пятилетней давности Начала сбываться Профессия инспектора ГАИ ответственная Поэтому личная организованность Пример для остальных Правила дорожного движения Главное, что должен усвоить будущий гаишник В любую погоду он стоит на дорогах И следит за безопасностью пешеходов И потоками машин А если понадобится Сам регулирует уличное движение Юру такая перспектива не пугает Некоторые жесты, необходимые для регулировщика Он уже усвоил Это что сзади Сзади меня машины не едут Только они могут ехать вот так Или с этой стороны Правильно Это предупреждение Внимание Внимательный инспектор Вовремя замечает нарушителя И выясняет причину Навыки общения у него не хуже, чем у психолога Уверенное и бодрое приветствие водителя Только помогает в работе Здравствуйте, стажер Стажер по должности инспектора ТПС Документы, пожалуйста Пока Юра далек от автомира Учиться на права он пойдет в январе Признается, что иногда нарушает ПДД Перебегает дорогу в неположенном месте С приобретением важного документа Обязательно изменит отношение к собственной безопасности Главный инструктор Юры Капитан полиции Федор Власенко Показал ему здание ГИБДД И кабинеты, которые предстоит посетить Юре С получением прав Государственная инспекция безопасности дорожного движения Это вот То офисное помещение Где находится еще ряд других служб Которые Работают в ГИБДД То есть ДПС Это отдельная служба Здесь есть РЭО Административная практика Сегодня во взводе ДПС на Ренмара 30 человек Нехватки кадров дорожная инспекция не испытывает Но профессионалов ждут и любят везде Даже после экскурсии Всего, что он услышал о нашей службе Не разочаровался Наоборот И убедительно сказал, что я буду сотрудником ГИБДД И надеюсь, что его мечты осуществляются в действительности Побывав в роли стажера Юра признался, что готовится к осуществлению своей мечты каждый день Занимается хоккеем и тэквондо Для здоровья и дисциплины И уже подал документы на обучение Я поступать буду в Ахангельскую полицейскую школу Ага, то есть ты уже все разузнал? Да, документы уже подали А там какие еще экзамены нужны? Ты не узнал? Нет, физкультура, общество, биология и история Из всех девятых классов Юра один отважился ехать в областной центр Получать заветную профессию Незнакомый город и неизвестность его не страшат Мечта дороже Начальник отдела ГИБДД по Ненецкому округу Александр Стрепетилов поддерживает его, как и воспитатели В первую очередь необходимо учиться Изучать правила дорожного движения Соблюдать эти правила дорожного движения Удачи тебе в поступлении в ВУЗ Министерства внутренних дел Успешного окончания Но стараться, только стараться Но когда желание четко сформулировано Есть первичные и необходимые знания Дело остается за малым Уверенными шагами приближаться к мечте Валентина Чибичек, Леонид Шишелов, Телеканал Север Сегодня взрослые подготовили особенный подарок Сразу целой компании День развлечений на базе активного отдыха «Большуха» Воспитанники школы-интерната такому сюрпризу рады Стремительный спуск с горки на тюбингах захватывает дух А катание на банане дарит массу эмоций Уху, клево вообще Мне нравится все Бананы, батрушки, горки Мне нравится кататься Горки нравятся Детский хохот и веселая возня на горке Лучшая благодарность для хозяина зимнего аттракциона Илья услышал о проекте «Мечты сбываются» Несколько дней назад И для себя решил Перед Новым годом тоже исполнит Хоть одно детское желание Молодой предприниматель и сам не ожидал Что принесет радость сразу семи ребятишкам «Надо помогать, да, надо заниматься благотворительностью Надо уметь делиться Когда ты делишься, тебе все это возвращается в стократном размере Да и в принципе это позитивно Посмотрите, сколько у них счастья Они спускаются, они уже раз по пять, по шесть проехали А энергии у них куча То есть они просто получают счастье А соответственно и мне тоже радостно Вместе с детьми на Большуху приехал педагог школы-интерната Глядя на ребят с улыбкой вспоминает Как его воспитанники и окружающие реагировали на новогодний проект Еще проект не начали транслировать по телевидению А уже в городе все говорили, что да-да, видели уже Что уже все показывают А на самом деле еще даже ни одной передачи не было А сейчас это такой бум Хотят участвовать очень много ребят То есть выяснялось огромное количество таких вот моментов Кто кем хочет быть Кто в чем хочет себя попробовать В ближайшие дни в эфире телеканала Север Вы увидите, как сбылись мечты еще нескольких ребят Они попробуют себя в роли сотрудников ГИБДД и МЧС Приготовят на ваших глазах торт И узнают, как это быть автомехаником Механиком